Привет, бойцы! Вы, как всегда, на канале MobileGamer, и в данном видеоролике мы поговорим о одной неприятной тенденции, а именно, почему некоторые игроки уходят из Call of Duty Mobile, и почему это происходит. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее, и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Но если ты любишь донатить в нашу любимую Call of Duty Mobile, любишь открывать кейсики и крутить рулетки, то мой надежный продавец монет создан именно для тебя, так как только у него при покупке игровой валюты ты сможешь получить скидку вплоть до 1000 рублей. Поэтому, если заинтересовало, заходи. Ссылочка на продавца монет Яна будет в описании под данным видеороликом. Обещаю, все легально и все официально. Ну а мы начинаем. В последнее время с Call of Duty Mobile начали происходить достаточно странные и не очень приятные вещи. А именно, из Call of Duty Mobile начали уходить простые игроки. А еще из-за того, что в Call of Duty Mobile начались огромные проблемы с наполнением контента. А именно, с каждым сезоном разработчики добавляют все меньше и меньше карт, всяких различных механик и по-настоящему нужных нововведений. А добавляют всеми нами ненужные персонажи, кейсы, рулетки, которые не добавляют какого-то интереса к игре, а только ее разбавляют. И поэтому у многих игроков попросту кончилось терпение, так как разработчики начали наплевательски относиться к самим игрокам. И все это происходит по многим причинам. А именно, первое, из-за того, что разработчики начали получать меньше прибыли. А как вы все знаете, спрос рождает предложение. А это значит, что, скорее всего, и дальше разработчики будут гнуть свою линию. А именно, выпускать меньше карт, различных режимов игры и больше рулеток, сундуков, чтобы игроки донатили в нее. И приносили хоть какую-то прибыль разработчикам. Так как от сезона к сезону она падает, так как у разработчиков уже просто нету никаких интересных идей, новых идей, которые заинтересуют игроков. Многие игроки ждут возвращения зомби-режима, но неизвестно, вернется ли он к нам. Да, у меня была информация, что он может вернуться в предстоящем сезоне. Но все идет к тому, что разработчики попросту добавят какой-то ненужный режим, добавят одну-две карты и закинут нас всевозможными ненужными событиями в королевской битве. И вторая причина, почему многие игроки уходят из Call of Duty Mobile, тесно связана с самим движком игры, так как он морально устарел. И хоть разработчики нас уверили и заверили нас, что игра перейдет с Unity 2016 на 2019 версию, может она уже к моменту просмотра видеоролика перешла на данный стандарт движка. Но, к сожалению, этот движок не исправит множество проблем, глюков и багов в игре. Так как в настоящее время в королевской битве, да и не только в королевской битве, но и в обычной игре просто тьма багов, флагов, я не знаю, пропадают какие-то вещи, пушки, парашюты и так далее. И это не единственная проблема, которая связана с движком игры. Я уверен, что и автоподбор в рейтинге в Call of Duty Mobile также тесно связан с этим, так как он просто ужасен. К примеру, я сейчас играю на мастере пятом, и мне в команду попадаются просто первые мастера. Понимаете, нормальный подбор в рейтинге это когда, к примеру, с пятым мастером играет четвертый, ну максимум третий, но никак не вторые и не первые мастера. А в том еще я узнаю под конец игры, что против меня играла легенда. Ну как это понимать? И если разработчики ничего срочного не поменяют, они не поменяют этого. Так как копание в самом движке требует времени, а времени это деньги, а денег у разработчиков лишних попросту нет. И так начали все меньше и меньше давать разработчикам на хлеб для поддержки самой игры. Поэтому, как я понял, Call of Duty Mobile это уже ходячий труп, из которого пытаются выдать последние деньги, как из мертвой коровы. Так что мы и дальше будем видеть все различные скины, рулетки, ящички, ну и иногда пару карт в сезонах различных. А так больше ничего нового. Так что усмиритесь с будущим Call of Duty Mobile. И ничего уже не изменится, скорее всего, под конец поддержки Call of Duty Mobile, скорее всего, в ближайшее время выйдет какой-то аналог от Activision. Ну и будем ждать также Apex Legends Mobile, который, скорее всего, возвратит, надеюсь, поднимет с колен индустрию мобильных шутеров на Android и iOS. Ну а на этом у меня все. Будет интересно узнать в комментариях, что вы думаете насчет будущего Call of Duty Mobile и как вы предполагаете дальнейшее развитие самой игры. Ну а сегодня с вами, как всегда, был Mobile Gamer. Не болейте, играйте только в хорошие игры. Пока-пока и увидимся уже в следующих видеороликах не только по Call of Duty Mobile, но и по другим мобильным играм. До скорого!